сегодня переплывала тушенки ну вообще родственники сказали что в холодильнике есть тушенка который скорее всего уже откинул копыта для людей она негодно для котов вполне себе если ее подогреть или проварить ну я прямо в железной банке на этой самой да даже лежи на электрической плитке подогрела он вполне себе сожрал ее а вот час мы приволокли огромную мышь и решили сожрать прямо на ковре у хозяина даже играть с ней не стали а у меня тут чайник шумел и он по ходу дела вопил ибо дверь была закрыта ну да я вот сегодня встала где-то без пяти пять по будильнику и в 6 на отличные таксишки доехал взялись мне всего лишь 100 рублей обычно за такое расстояние берут 120 по крайней мере когда ездил приехали вовремя и короче вот как-то я доехал в поле себя то бишь дошла потом еще с автобуса ибо до километра перед пешочком и как бы видимо все таки плюс в том что когда вы четвертого на первый таскать супер тяжелые вещи то ваши лапки ну то же самое 6 и себя ходила годами в качалку слушая надеюсь ты ее сожрал ты же сожрал ее да конечно круто я тут ел а ты сожрав мыши и лезешь ко мне мурлыкаться по ходу дело сожрал мы с песнями ехали слегка в машину это и в таксишке потом в автобусе немножко побракались пока и унесла не он родственники терешку выдали правда минус терешки я думала она застегаться на змеечку она тупо закрывается на кнопку и при желании оттуда чем-нибудь может выпустить ну и да здрасте зрители на второй минуте говорю меня тут еда кайтушка вареная родственники дарик которыми в выдре ездила за молоком огурчик с помидорчиком это кстати огурчик с помидорчиком огурчик тоже от родственников а помидорчик из нашего сада скажем так от других родственников и вот это от других ближних родственников тоже помидоры оттуда уже немножко сладкого чесночок так по-моему кто-то сожрал мышь не хочет ее обратно отдать на наш коврик ну и вот как-то мы решили поиграть с другой мощью выбривав ту поднос практически хозяину который кушал короче это вообще на завтрак у меня сегодня был творожок практически кусочками козий в ожидании когда надо будет собраться и выползать на такси короче говоря лежу в гамаке слышу бабах-бабах шарах-шарах в доме думаю кто-то забрался что ли я думала что он на улице а он оказывается это может и был на улице или в синях я так поняла что у нас в подполье остались мыши и он так как в подполье можно пробраться еще и со стороны двора из двора видимо в подполье очередную мышь захавал пытался поиграть ей что-то она не шевелилась давай жри уже сначала я сегодня думал сходить в вискино но очень жарко если не спала три с половиной часа хоть потом еще несколько часов подремала перерывом но все же у меня еще порт задание выдрать и что-то еще по типу крапиву в районе малины ну и возможно у меня будет счастье я доберусь до самой малины плане ягод решила я просто дня выспаться уже точнее завтра ну что есть все шансы тупо не дойти еще сколько-то там километров туда сколько-то обратно к человеку на пол не тот человек которому можно прийти на полчаса и свалить обратно минимум час хвостиком надо еще пробыть круче решила завтра на дайте вообще как-то не думала что блок буду снимать деревне от снова но что-то вот самое интересное что у меня как-то хрен знает что с этим зрением что мы просто устали эти глаза можно как нибудь сходить к окулисту может тупо сходить к знакомой бабушки бабушкиной знакомой в оптику которая переехала у нас с одного здания в другое в одном районе и может быть заказать какие-то очки чуть поменьше потому что вот на минус 7 месяц сняла что я в них этого кота через фотик вижу что я без них вообще такое бывает как бы напряжение прыгает или как там на глазах нагрузка что можно видеть иногда лучше чем есть или иногда хуже чем было ты когда если нагрузка на глаза идет сильно как не говорил все время врач глазной судил операцию постановки зрения в 97 году ну вот один глаз защуриваю левый мне лучше видеть слегка и вполне себе вижу этого кота в этот фотик принципе двумя глазами вижу точно так же но может чуть хуже сейчас закрыла левый глаз правом смотрю по-моему то же самое чем пусть он жрет я надеюсь что тот-то раз он быстро так захавал торопился естественно обратно все болезло сейчас уже медленно лет надеюсь сожрет нормально это уже поменьше мышка то видимо было какой нибудь родитель захожу в огород тут никак не обращала внимание крайне мере сегодня что-то мимо шла не видела тут что-то наклонилась он такой интересная знакомая оторвала один понюхала не по ходу дела это чеснок там еще два осталось и вот он еще не распустился я уже когда выдрала поняла что это как бы то что должно стоить чесночная причем там корня видимо от семечка потому что корень как бы не похож на луковичку да всем известную или не всем но более большинство известную я вот у меня тут есть чесночок ну в общем все и не может быть если буду сегодня варить суп или просто покрошу салат у меня там остался то он будет вкусно на те два оставлю главное не забыть что там они растут подождать когда она зацветет вот на липта я опоздала она когда я была еще только в зачаточном было состоянии но благодаря некоторым из-за кого мне пришлось управление у нашему мулическому из-за которого мне пришлось оформлять новую временную прописку из-за ничего не смогла вернуться как планировала в деревне через шесть дней и уже потом по сложившимся обстоятельствам ездила когда маленько летнее путешествие спасибо книгу в подмоскву колонну но вот если короче не вернулась если бы не надо было продлевать переоформлять временную прописку то я бы успела собрать эту липу в этом году впервые вообще за всю свою жизнь я не успела собрать липу она уже в состоянии скажем так орешков ягодок плодиков очень очень жаль я надеюсь тем кто так усложнил нам жизнь продажи нашей квартиры точнее покупкой нашей квартиры и опозданием выплат все-таки активно откатиться так сказать бумерангом потому что очень много сложностей проблем доставили эти люди продолжать доставлять своим как бы это сказать когда есть договоры обещали сделать вовремя но по всяким причинам тянут тянут кота за хвост и при этом обещают и обещают и обещают как обычно делает правительство большинстве своем случаев принимая совершенно ненужные для граждан законы и то хинею что несет сейчас вообще интернет я хоть новости не смотрю но не читая не слушаю но иногда вот бывает тыркаюсь даже чисто на поиск даже с этим законом по продлению вступления под подтягивание вступления граждан в пенсионный возраст при этом кидая деньги на всякие сирии черно что короче говоря как обычно делает государство в большинстве не знаю ну по крайней мере в россии относительно своего народа все не представляю как можно было хочется сказать ругательное слово на нематное но просто ругательное что нужно было сделать как можно было пролюбить бюджетные деньги как бы бюджетные деньги это налоги которые платят люди я допустим плачу налог за землю где стоит вот этот дом и куда эти налоги идут как можно было пролюбить черти знает сколько денег уверять что за два месяца все это выплатиться но куда-то оно все исчезло и все еще ввоз частично там короче россия одним словом что еще ждать стоит ли удивляться но я всегда удивляюсь в общем у меня тут чесночок может быть природа поняла что у нас как бы такие не совсем решаемые проблемы независящие от нас проблемы возникшие с этим переездом может быть еще потому что вот я думала что все таки будут уже липа но липы уже нема точнее этого цвета липового городе то я видела но в городе всегда зацветает на пару дней раньше ну или как-то чуть раньше вообще и потом в том месте где ее видела там как бы машины ездят это не тот вариант что можно собрать хотя она пахла очень-очень жаль вот наверное природа местная меня решила как бы так вот не то чтобы отблагодарить такой презент сделать чтобы я не расстраивалась наверное я так считаю так вот